Встреча с детским отделением 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 Параллельно мы запланировали два отделения. Это 12-е, которое закончено частично боксированными палатами и 14-е, в котором мы находимся. 12-е закончено и сегодня там находится порядка 35 заболевших. На очереди у нас стоит ремонт небольшого детского отделения, здесь рядом находящегося по соседству двухэтажного. И в завершение мы планируем отремонтировать самый большой корпус в больнице. Это будет уже чуть позже. Валиховский корпус, который мы будем делать чуть позже. Особое внимание уделили приемному отделению. Потому что приемное отделение то, с чем сталкиваются люди, когда попадают, а сюда попадают в основном ургентные пациенты. Это люди с температурой, это люди, которых знобит, трусит или расстройство. И, конечно, то, как они попадают, особенно зимой, в холодное, неуютное помещение, старое, какое-то перекошенное, это еще больше угнетает людей. Поэтому мы поменяли эту ситуацию, открыв приемное отделение. Во-первых, мы сделали его боксированным также. Три бокса, которые делят по направлениям и по заболеваемости. У кого, с какими симптомами, кто прибыл. Если кишечное или желудочное расстройство, это один бокс. Если это респираторные заболевания, температура или РВИ, это другое направление. Что позволяет нам не смешивать эти инфекции. Мы с этим покончили и у нас действительно предусмотрены, мы выполнили все рекомендации наших медицинских работников. Я хочу поблагодарить отдельно Светлану Яковлевну. Не перестаю восхищаться тем коллективом, который работает здесь, в инфекционной больнице. Я восхищаюсь всеми врачами. Но сегодня, поскольку мы здесь, особое хочу сказать спасибо всему персоналу, медицинскому персоналу. Ну и на строительные объекты, которые сданы. Хочу поблагодарить и подрядчиков, и наше управление капитального строительства, которые, понимая важность объекта, делали это в кратчайшие сроки, не в ущерб качеству.